Студенческие годы – прекрасное время, которое дарит так много незабываемых моментов и открытий. Сегодня все студенты отмечают свой праздник. Особенно же повезло обладательницам имени Татьяна. Так и первокурсница Татьяна Мочульская в этот морозный январьский день, 25 января, принимает поздравления от одногруппников и преподавателей в двойном размере. Таня учится в Щелковском колледже УСП номер 3 на мастера по обработке цифровой информации. Еще вчерашняя школьница сегодня познает Азетой непростой, но весьма как она сама признается интересной профессии. Хватает времени и на увлечения, которых у Тани нужно сказать множество – от музыки до живописи. С самого раннего детства она увлекается театральным искусством, участвовала в различных конкурсах, как всероссийских, так и международных. Было очень интересно, было много людей интересных. Мы ездили в Германию, Берлин, потом мы ездили в Питер. Именно ее творческая сторона раскрывается очень постепенно, потому что Таня в силу характера своего, она такая девушка, достаточно скромная, очень спокойная. И как ты по ней даже на самом деле не скажешь, что она такая активная, что у нее так много всего. Говорю о том, что она в театральном занимается, я узнала буквально месяца-два назад. Заветная мечта Татьяны – стать писателем. Именно в этом она видит свое предназначение. В свободное от учебы время студентка пишет рассказы. Среди ее героев встречаются как фантастические персонажи, так и обычные люди. Любовь к литературе проявилась в школьные годы, но Таня решила развиваться в разных направлениях – глобально изучать информационные технологии. Есть такие задания, которые мне легко выполнять и достаточно интересно. В колледже среди одногруппников наша героиня нашла хороших друзей. Ребята, в свою очередь, отмечают ее таланты и позитивный настрой, который Таню никогда не покидает. Радостная, она радуется всегда. Даже когда у нее проблемы, она не унывает. Студенческие годы чудесны. Пара зачетов, экзаменов, долгих пар и веселых встреч, которые навсегда останутся в памяти. Анна Бальет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».